Всем привет, Портал Унсурген, с нами группа «Второе дыхание», мы были на их презентации альбома. Привет, ребята, как сегодня публика? Привет, публика отличная. Мы, наверное, за много-много-много времени такого кайфа с вами давно не получали, потому что шикарно. Люди пришли послушать именно нас. Это настолько сильный обмен энергетикой, что я даже, ну, сложно передать, это надо просто почувствовать. Публика отличная, мы увидели своих знакомых, увидели много незнакомых нам людей. Наконец увидели всех ростовиков, наконец появился флот. В общем, ну, на самом деле, обалденно, обалденно. Мы очень кайфанули от этого концерта. Да, это на самом деле очень дорогого стоит, потому что вот когда люди в зале, когда мы выступаем, люди в зале улыбаются, хлопают. Вот эта реакция, это то, что невозможно купить за деньги вообще никак. Сколько ты там в это не вложи, это то, что вот появляется только вот в результате какой-то такой особой энергии, которая на концертах. И, ну, мы как бы, я очень рад, что нам сегодня удалось это взаимодействие вызвать. Я доволен. Если не ошибаюсь, это первое сольное выступление у вас было. Первое запланированное. По сравнению с выступлениями, где вы были на разогреве вместе с другими группами, как оно отличается? Оно различается в первую очередь тем, что когда мы выступаем на разогреве, нас, как правило, мало кто знает. То есть наша задача, во-первых, там короткие сеты, то есть, ну, песен пять, шесть. Наша задача выйти и за шесть песен показать себя, возможно, понравиться людям. То есть там, как бы, люди, они ничего не ждут, они обычно приходят там, на разогрев думают. Задача запомнится была на разогревах. А здесь все нас знают, все знают наши песни. Одно то, что как их поют вместе с нами, это уже, ну, это уже дорогого стоит. Потому что я сегодня услышал такой вокалист, я не знаю, который я ни на одном разогреве не слышал. Хотя стараемся, мы пытаемся зал всегда подстегнуть, чтобы они нам помогали. И, в принципе, у нас такие песни задорные, что зал отвечает нам взаимностью и поет с нами. Но здесь, ну, особо не надо было никого подстегивать. Здесь все пели, зная, где надо петь, как надо петь, и какие мелодии надо петь. Это, кажется, круто. Очень круто. Ну, публика, в общем, оправдала ожидания, которые были возложены? Больше чем, больше чем. Я, лично, я ожидал немножечко другого. Я, ну, сегодня был... Я думаю, хуже будет, Сережа, да. Ну, не то чтобы хуже, но такой обратной связи, честно говоря, никогда не видел. Это, ну, колоссально. Это, ну, действительно, для нас это первый опыт, но настолько приятный, и настолько приятно это может быть. Ну, то есть неожиданно было именно такую поддержку, такую энергетику от публики увидеть? Да. Был даже флешмоб. Мы увидели под песню «Мотоболк». Ребята умудрились вылезать там и нарисовать из картона какой-то мотоцикл. Да, вот это, да, удивительный момент, что, действительно, мы совершенно никакого участия не принимали вот в таких подготовке. Ребят, песни с альбома уже было написано у вас в группе, не первый год уже играются на концертах. Почему запись вот так отложилась так надолго? Тут не то, чтобы отложилась запись, тут скорее как бы просто мы вынуждены были их играть живьем, потому что, ну, как у любого молодой группы, у нас банально немного песен, но для того, чтобы играть длинные программы, мы должны играть и в том числе то, что не записано. А альбом мы на самом деле записали за, ну, конечно, наверное, профессионалы в лучшие свои годы, они пишут их быстрее, но я считаю, что мы его записали очень быстро. Меньше, сколько, месяцев за девять. Ну да, да, прошлый альбом мы дольше, дольше писали нам много чего. Это вот-вот, как бы, первого входа в студию до диска готового. И опять же, мы же стараемся как, мы видим себя в каком-то далеком будущем на определенном уровне, да, соответственно, к этому уровню нужно как-то подойти, и вот мы пошагово-пошагово пока нашли хорошего звука режиссера нам, который, в принципе, сделал то, что он сделал, и мы этим очень довольны, потому что, ну, действительно, качество записи достойное, вот. Поэтому, ну, следующий альбом, надеемся, он еще будет лучше. Вот от этого все-таки мы не торопились записи, все старались сделать, чтобы было классно. У группы имеется какой-нибудь определенный лидер вот из всего состава? Вот тут сложно сказать. У нас два лидера. Есть Евгений Троевский, который в свое время организовал второе дыхание, вот его хойл, лелеял, поливал, как цветочек, да, писал песенки, потому что, собственно, почти все композиции группы второго дыхания – это вот творение Жени. Он дома запирался в своей комнате, включал компьютер и творил, творил песни, вот, собственно говоря, а мы уже дальше их дорабатывали. Вот, а есть второй, скажем так, лидер, да, это вот Толя. Вот я уже на концерте сказал, что когда Толик пришел, он нам поставил одну задачу. «Ребята, я играю в коллективе, но хочу, чтобы когда-то на моем выступлении было 200 человек. Собственно, сегодня был первый шаг, и это, можно сказать, его шаг первый, к тому, что вот мы идем к этому количеству 200 человек. То есть, в принципе, Толя, он постоянно нас пинает, пинает, пинает. Первое, что он сказал, когда он пришел в коллектив, он сказал, ребята, не музыкант тот, кто не написал, не записал свою музыку, записал альбом. Вот, и, собственно, да, он и был первый наш пинок к полноценному форматному альбому, вот, который, ну, который выислили, вот. А дальше, дальше уже, собственно, ну, все равно это Толя. Вот, а сейчас есть еще третий товарищ, который нам очень сильно помогает. И надо сказать, что без этого нового, скажем так, еще одного лидера, ну, не состоялся бы этот вечер, потому что, да, за последний год мы приобрели менеджера группы Юлия, Юлия Курц, и она, собственно, помогла нам это все организовать. И она, скажем так, является нашим, в некотором смысле, идейным вдохновителем, вот, в плане организации, в плане каких-то мероприятий, таких концертов. Так что у нас много лидеров. Ну, самое главное, ну, это очень хорошо, я считаю, потому что, на самом деле, ну, вот, я не знаю, есть ли группа, где, вот, типа, один такой лидер, потому что смешивать творчество с продвижением, с организацией невозможно, по той простой причине, что нужен совершенно разный склад мозгов для этого. Поэтому я вот там, допустим, у меня какие-то идеи появляются по тому, чтобы такого сделать, но я при этом песни не пишу. А Женя, Женя, значит, его нужно пинать, он без этого не работает, но он зато, вон, песни пишет. В общем, у нас не столько лидеры, сколько каждый отвечает за свою задачу. У нас заместители директора по направлениям. Да, да, да. А директор это, как бы, такая английская коллектива. Директор это вся группа, и каждый участник этот заместитель, да? Мы делаем что-то для этого коллектива, собственно, мы, наверное, скорее всего так работаем. А вы, кажется, знаете, написание текстов и музыки в основном кто занимается? Женя. Все, и музыку, и тексты. Не все, но в основном он занимает. 90%? Да, 90% он творит. Вот из него лезет, ну, вот есть такие вот люди, как Евгений у нас, которые могут. Могут, умеют. Практикуют. Практикуют, как-то пытаются. Ну, не каждый, допустим. Мне сложно выразить свои мысли в рифме, да? Как-то это поднести красиво, чтобы с каким-то смыслом. Это можно сделать, но это надо мучиться. Долго мучиться, но нет у меня. Вот такого вот баллота он все не может. Вот как раз к вам двум будет вопрос. Вот тебе, как вокалисту, исполнять чужие тексты, написанные другим человеком, как? Скажи мне теперь, чувак. Правду мало. Затрону вопрос. Мне интересно, как он победил себя. Начинаем рубрику «Неудобные вопросы». Нет, на самом деле здесь неудобного еще нет. В последнее время Женя растет с текстом. Если мы поначалу играли музыку... То есть поначалу не нравилось петь, да, Юстик Стэн? Нет, ну, кстати, в любом коллективе есть что-то, что нравится, что не нравится. Допустим, мне не нравится какая-то музыка, или какая-то рифма, или какая-то песня, да? Но это нравится другому. Тут надо иметь какое-то уважение. Это у нас, собственно, у всех есть какие-то любимые песни, не очень любимые. Кому-то просто сложно, там, какие-то, может быть, партии даются. Он же не ищет легкие пути. Он если делает, то он делает там, просто может, мост взорваться. Если смотрим на басовые партии, я офигеваю, думаю, как этот товарищ все это играет пела. То есть так же и с текстами, собственно. Ну, написал он текст. Если какие-то слова они коробят, мы их стараемся коллективно править, собственно, этот текст. Вот, ну, в целом, вот, за последнее время Женя, как поэт, наверное, вырос. Потому что, вот, даже песня «Один на берегу», вот, это последнее творение, одно из последних, да? Ну, на самом деле, там очень глубокий и интересный смысл всей композиции. И если я проникаюсь, я, как правило, ну, этому тоже надо со временем, видимо, учиться. Можно я тебя перебью? На самом деле, слово поэт и вообще... Автор. Я, да, вообще, вот эта тема поэтичная, она ко мне никакого отношения не имеет. Дело в том, что мы с ребятами пишем тексты, тексты на музыку. У нас все-таки жанр такой, что музыка первостепенная. Я, скорее, назову себя композитором, да, и чем кем-то еще, потому что все остальное, это уже... Все остальные слова уже притягивает музыка, да, как материал, то есть является толчком для последующих слов. Вообще, Женя у нас растет, как композитор, да, как он хочет, чтобы его называли. И чем больше он... Подведу краткий итог. Жене есть что сказать, это хорошо, пусть ему и дальше будет что говорить. Звучит как тост. А вот тебе как раз, Женя, когда ты пишешь тексты, как тебе, когда это исполняет другой человек, не хотел бы сам это когда-нибудь делать? Ну, начнем с того, что группа, когда собиралась первые годы, мне как раз-таки это приходило сделать, потому что мы достаточно долго искали вокалиста, и Сережу мы нашли там спустя много-много лет. И чтобы группа как-то существовала, пришлось взять на себя, скажем так, задачу вокалиста. И, скажем так, у меня был такой опыт, и я понимаю, что здесь важнее профессионализм, исполнительские качества, чем какие-то, не знаю, эмоции. Сережа... По-моему, он просто ко мне уже привык, поэтому он не смотрит на меня как-то агрессивно, да, если бы пел, может, какой-нибудь другой человек, да? Он просто привык, он понимает, что я спою лучше его. Вот отсюда как раз-таки следующий вопрос втекает. У кого-нибудь из группы музыкальное образование есть? Или занималась какой-нибудь музыкой? Ну, у меня есть, в принципе, даже профильные ударные инструменты. Кажется, у нас у всех есть. У нас у всех есть, да, но я, допустим, в свое время учился на таком инструменте, который называется бандура. Если знаете такой инструмент, ну, вряд ли вы знаете такой инструмент, это такая хренатени. Бандура — это не только синоним слова «фигня». Да, 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 это хрень. Для меня и бандура — это ничего-то огромного. Это огромная хрень, да, это огромная хрень, которая имеет басовый гриф, на котором 12 струн, и вот такой пузень, вот, который 57 или 54 приструнка. То есть ты не научился, в итоге, даже не помнишь. Я не помню, сколько струн, ну, 57, ну, попробуй там их посчитать. Я на этой гадости учил, и умею сейчас, наверное, играть, я сейчас дать мне эту штуку, я на ней, в принципе, сыграю. А потом, в принципе, вот, с приходом во второе дыхание я уже начал более так, в вокал уходить, уже там себя как-то больше раскрывать. Женщик у нас гиталист, да? Да, то есть я закончил музыкалку по классу классической гитары, поэтому, собственно, оттуда все и начиналось. То есть все первые попытки что-то свое придумать, вот, начинались из музыкальной школы. С чего вообще, когда появилось вот это начало группы самой, где она, ну, как это? Я же, как зародилась сама группа? Когда, где, кем? Это такой очень сложный вопрос. Дело в том, что у нас, нашей группы, открывалось и второе, и третье дыхание с приходом вот этих, собственно, людей. Каждый из них в свое время продолжил дело и внес свой большой вклад в изначальный коллектив. Слово «второе дыхание», да, вот эта вот вывеска, она появилась там в 2003 году. Вот, и с тех пор в группе остались только два человека, я и бас-гитарист, собственно, с ним все и начиналось. С тех пор вот за это, ну, за 14 лет уже действительно много людей сменилось, но вот эти ребята, они... То есть, уже не начиналось все банально, как и у всех, собственно, в школе. Мы хотим быть музыкантами. Ну, окей, видите, мы что-то брончали, 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 а потом уже... Естественно, да, начинается все с друзей, с коллектива друзей, потом потихоньку все, скажем так, выбирают свои приоритеты, отваливаются и в группе... Короче, дата рождения группы вопрос двойственный на самом деле. Вот если считать от того, когда... Были первые песни. ...двум людям впервые пришла в голову мысль создать группу и начать писать песни, это было давно, это было в 2003, да, году? Ну, и надо сказать, что две песни или две или три песни сегодня... Да, а потом я не могу по-другому. Когда она зародилась изначально и когда уже состоялась, грубо говоря, как полноценный коллектив? Ну, полноценно, она состоялась в 2012 году, ну, вот когда мы собрали практически полностью сегодняшний состав, за исключением клавишника, и вот мы взяли курс на выпуск альбома. То есть, ну, мы как бы решили, что играть нам интересно не для себя, а все-таки для людей, и вот, как бы, я бы считал именно это началом группы. Ну, вот и как думаете, в вашей музыке, что самое главное, что ценит публика? Ну, вообще, в рок-музыке, во всей, в нашей, в зарубежной, ну, в нашей... Да, вот именно в вашей натуре. Да вообще, в рок-музыке, как бы, главное, это искренность. В роке на пьедестал возносят только тех, кому верят, а тех, кому не верят, они их сейчас в интернете пролистывают просто. А если что-то тебя зацепило, у тебя вызвал какой-то внутренний резонанс, тогда это тебе нравится. Ну, а что тебе может понравиться, да, чертежная... Ну, вот, наверное, да. Да, вот именно, вот можно только так сказать, наверное. Альбом, опять же, был песни, большинство песен, но они записаны в разных стилях, в разных тематиках. Почему? Потому что зачастую группа именно пишет вот на одну тему альбома. То есть это либо асоциальные тексты, либо... Ну, это, наверное, наша фишка, потому что у Жени под настроением. Позвольте я отвечу на этот вопрос, да. На самом деле здесь все более банально. На нашем альбоме 8 песен. Каждая из песен, ну, скажем так, писались все эти песни примерно с интервалом в год, то есть в течение 8 лет. Так вот, если так посмотреть, да, кинуть взглядом. И окажется, что каждая песня была написана, по сути, в свой год и со своим настроением, с теми эмоциями, с теми зарядом, который был в данное время. То есть мы действительно не отличаемся от профессиональных коллективов, которые там за полгода садятся и собирают материал, и делают какой-то концептуальный альбом. У нас альбом не концептуальный. Пусть будет это его фишкой. И вот сегодня отыграли концерт, была презентация короткий альбома. Это был единичный концерт, то есть вот только в Москве сегодня отыграли, или дальше в тур едете куда-то? Ну, в поддержку альбома мы планируем точечные такие единичные концерты в других городах, но они не будут объединены в тур. То есть, ну, пока мы просто не видим в этом смысла. То есть мы отыграем отдельные концерты, но вот такого, что прям мы взяли и анонсировали список на 30 городов, вот прямо сейчас, такого нет, такого у нас пока не будет. Ну и напоследок, что хотели пожелать своей публике, нашим зрителям? Друзья, вот спасибо вам вообще за то, что не бросили еще рок, не забыли хэви, потому что сейчас многие все переключаются на индастриал и бла-бла-бла, ну, всякие новые направления. Вот, спасибо, что слушаете такую музыку и приходите к нам на концерты. Все, всем пока, с нами была группа «Второе дыхание». Пока.